Продолжение следует... Продолжение следует... Светофора с красной на зеленой... В этот момент я почувствовал сильнейший удар в заднюю часть своего автомобиля... И мой автомобиль вылетел в заступление... Когда я вышел и подошел к врезавшемуся в меня автомобилю... ВАЗ-2114... Поинтересовался у водителя, нуждается ли он в медицинской помощи... Со слов водителя он не нуждался и отказался от нее... В этот момент я почувствовал от него перегар и сильнейшие явные признаки алкогольного опьянения... Водитель далее начал вести себя неадекватно, агрессивно... Начал требовать и пытаться со мной договориться, что за рулем был не он, а была его жена и его друзья... То есть ты хочешь сказать, чтобы я сейчас сказал, что твоя жена за рулем сидела? Да... Я тебе уже об этом пол... Все, я понял, а дальше что? Ну и что? Кто мне решит вопрос ремонта, страховки? Так же по страховой получишь... По страховой... Ну пусть приедут страховщики, я же говорю, тогда я поговорю со страховщиками, чтобы я знал, видел это... Потом он... Не знаю, надо подумать... Более он уже гаишники там на подъезде... Смысл в том, что, смотри... Наряд нарядом, бля... Как обычно, все это хуйня происходит... Ты что, первый раз что ли в аварии? Да... В тебя врезались... Да... Тот, кто врезался... Страховая компания того, кто в тебя врезался, покрывает, нахуй, ущерб... Твой... Да... То есть тебе никаких бабок платить не надо, бля... Так... Все платится со страховой, с моей... Ну это я в курсе, в курсе... Ну... Что тебе еще надо? Тебе просто надо сказать то, что, блядь... Да, сидела моя жена за рулем, нахуй... Вот и все... Больше нихуя... Комменты приедут, либо страховщики... Вот и все... Ну так пусть страховщики приедут... Я жена и... Мы поговорим все... Я ж... Ну ты подтвердишь эту хуйню или нет? Ну подумаем... Посмотрим сейчас... Мне что надо видеть тоже, как... Что надо видеть, подумать... Ну с кем я общаюсь... С кем это... В смысле, с кем я общаюсь... Ну вообще, с женой там, не с женой... Не, сейчас овца какие-то приедет, блядь... Ну я... Я ж тоже не знаю... Естественно, блядь... Она у меня прописана... В страховую... Во все 90 ребят... Здрасте... А кто звонил? Я звонил... Я звонил... Я звонил... Я звонил... Я звонил... Не, а вот так звонил... А... Жена моя... А? Жена моя... А где жена? Сейчас подойдет... Оказывается... Ааа... Понятно... Ну уже понятно... Значит водитель... А свидетель у кого, да? Да? Ну что... А... Почему я водитель? Нет, нет... Ааа... Парень... Почему я водитель? А? Да я сейчас разговариваю... Отдельными знаниями... Ну говорите... Да он водитель... В органах нигде не служите? Служил... Раньше? Каких? В ПСБ... В ПСБ... Да... А сейчас... Где? На пенсии? Да... Да? На другой пенсии... Да? На какой же... По семейному... Советству... Ага... Службу... Понятно... А где служили ПСБ? В ПСБ? В ПСБ... В ПСБ... Ааа... Это я понимаю... В ПСБ... 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 Короче... Что вы порешали? А? Что вы порешали-то? Вы... Состоялись... Считались... По поводу аварии... Ну... Так... Подожди... Ну... Подожди... Как ты собираешься размещать все? При чем все размещать? Я собираюсь... Страховая собираюсь... Ну... Страховая будет размещать... А что делать с твоим управлением? В смысле? Ну... Я вижу... Ну... Есть свидетели, которые говорят, что ты управлял... Транспортным средством... Жена моя управляла... Нет... Но говорят у тебя... Что ты управлял... Кто говорит? Свидетели есть... Ну какие? Есть свидетели, которые... Ну какие? Когда сотрудники приедут и будут свидетели... Я просто спрашиваю... Вопрос задаю... Правда вы не управлял? Моя жена сидела за рулем... Я сидел на пассажире за рулем... Но есть свидетели, которые подъезжают обратно... Я сомневаюсь, что это правда... Сомневаюсь, что это правда... Да... Ну хорошо... В любом случае разберут... Разберутся в данной ситуации сотрудники МДД... Которые сейчас приедут... Хорошо... Да... И установят... Кто был на самом деле за рулем... Не забывай... Тут еще есть камеры... В которых будет видно... Как ты выходил... Здесь нет камер... Поверь мне... Здесь нет камер... Есть... Поверь мне... Здесь нет камер... Да... Я знаю... Поэтому можно... Спокойно... Избегать ответственности... Причем беседу? Че ты хуйню несешь? Я ни хуйню не несу... Спокойно избегать ответственности... Если бы я хотел... Спокойно избегать ответственности... Я бы пошел в милицию... Вот это поворот! Это как связано... Где логика? Есть логика... В любом случае... Ожидайте... Ожидаю... В этот момент... Когда я вызвал гаишников... Подъехала его жена... И его друзья... Которые начали тоже... Требовать... Угрожать... Пытаться как-то... Всячески... Договориться... Что за рулем была... Жена... Был не он... Вот... На что я был... Не согласен... Давайте... Почти по дружбе... Вот найдем... Вам все равно... Компенсацию... У меня вообще... Жопочка... Машина... Да... Да... Я понимаю... Умоляю... Пожалуйста... Войдите в мое положение... Это ну... Девушка... Войдите в мое положение... Это ну... Я понимаю... Я понимаю... Я понимаю... Я понимаю... Ты уйди... Ты отсюда... Уйди... Ради Бога... Сядь в машину... Ребят... Я понимаю... Вы что... Кроме страховую... Еще бабку хотите... Заработать... Никаких не хочет... Да не нужно... Никакие деньги не нужны... Ух... Ух... Потому что... Ух... 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 Они и так... Это добиваются... Ух... 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 Заработать... Вот вопрос... Ну... Я просто... Я не знаю... Что вам сейчас сказать... Я честно вам говорю... Да ничего не нужно... И оправдать я его тоже не могу... Ну... Мы вас прекрасно понимаем... Дело за то что... У мужчины... Он должен... Учести на этой поступке... Ну... Ну... Понимаешь... Сейчас штраф ляжет на мои плечи... И восстановление машины... Разница, буду я тебе бабки выплачивать за машину или страховая? Разница, разница нет. У меня страховая за форму-то и все. Ну, мне больше ничего нет. Жена сидела за рулем? Мне нужно возмещение ущерба. Возмещение ущерба по страховой ты так же получишь. Жена сидела моя за рулем? Я видел пока то, что вы уехали. Я не спорю, но я тебе предлагаю версию. То, что моя жена сидела за рулем, и она в тебя въехала. Ты один хуй получишь по страховой деньги. С моей страховой ты получишь деньги на ремонт машины. В чем разница, я сидел или она сидела? Если я сидел, меня сейчас лишат прав, и я тебе буду возмещать ущерба вот этих денег. Ну, из-за москока, блин. А то тебе страховая, ты придешь через месяц, нахуй, и тебе возмещат. Ну, какая разница, если вы сентябряны. Мы положим, тебя оформили, да? Хорошо, я не оформлю. Нет, страховая не возмещает. Страховая не возмещает. Кто это так же сказал? Я тебе говорю. Ну, я тебе могу сказать, что ты ошибаешься. Знаешь, как это на самом деле выглядит? Хочет, я не знаю. Ну, и что, в чем разница? Это я хуй пойму, блядь. В чем разница? Да. Но есть вот эта ситуация. Сейчас приедут сотрудники полиции. Что это за пенсию? Хорошо. Ну, я лишусь права. И все. Ну, подожди, давай начнем с того. Давай вот если вот так вот там, откровенно говорим, да, скажу. Да кто тебя обратился за ремонт? В каком состоянии? В каком состоянии? Ну, я вижу признаки от игры. Ну, и что будешь? Ну, вот скажи, ты говоришь, что я лишат прав. За что? За то, что ты управлялся в состояние обвинения. Ты хочешь лишить меня прав? Я тебе не лишаю. Решать только за ремонт. Нет. Я у тебя спрашиваю. Я понимаю, я просто хочу понять. Вы добиваетесь того, чтобы меня лишили прав. Вот и все. Давай вот смотри так. Давай по-другому. Ты сел сам. Да. Ты сам тебя лишаешь прав. Правильно? Я сел за ремонт. Поехал за женой, с сумкой бы, блин. У нас... У меня, знаешь, вот, честно скажу. За время моей деятельности... Вот я еще до сих пор не помню, это не важно. Я тебе так скажу. У меня до сих пор не укладывается в голове, почему люди в состоянии обвинения садятся. Ну, как больно в каком-то там наркотическом. Кто-то слегка, кто-то после водонаря. Ну, вот. Меня никогда не понимают. У нас как 7, ну, копейки стоят. Сам, понимаешь, другие 150-100 рублей. Вот я вот не могу до сих пор на педре до этого... А ты хоть раз салился в его такси? Хоть раз ждал его? Конечно. Да. А у меня жена уже два раза от цистита лечилась от того, что ждала этого такси ебаная. Ну, у нас... Ну, знаешь, решение цистита, нахуй, намного дороже, чем такси. Я согласен. Но это не та, наверное, ситуация. Да при чем здесь даже... При чем здесь это? Давай решим вопрос немного иначе. Жена с ее за рулем... За рулем. По страховому возмещают, возмещают. Смотри, мы ничего не решаем. Мы ничего не решаем. Приедутся други полиции. Ты скажешь свою версию. Водитель другой скажет свою версию. Если они у вас подходят, то одно дело. То есть водитель скажет другу свою версию. Скажет, как есть, наверное. А как надо? То есть вы все-таки решили на том настоять, то, что вы хотите лишить меня, блядь, постать и подвести? Нет. Ну, ты говоришь, водитель скажет свою версию. Анатолий, я просто прошу Анатолий, чтобы он сказал. Гаишнику. Что же ты делал? Жена за рулем. И она его ебал жопу. Вот и все. В чем проблема? Ему так же страховая возместить, тут ущерб. В том числе. Просьбу этого удовлетворять, я думаю, никто не будет. Даже я бы не стал бы удовлетворять. Объясню почему. Я не хочу на дороге, чтобы у нас родители в состоянии от имени управлять в России, как минимум нас изберегают. Я имею на это право? Скажи, пожалуйста. Я имею, спорю. Я не спорю с ним. Это безопасно для всех нас. Согласен. Согласен? Вот я этого не хочу. Чтобы вот так было. Я думаю, наверное, ты здравый человек, когда понимаешь. Конечно. Ты мужчина. Я вижу, что ты мужик. Вот ты должен понести за свои действия полное стартное программное наказание. Ну потому что я, миссис Север, я бы ответил. Я бы знаешь, что он не стал бы. Понятно, что я просто. Я по-человечески не так передвиженную поведен. А ты по-человечески не должен умудриться. И водителю. И если он не скажет, то он должен. Даже мысль, я уже так предоступил, сказал, как здесь. Далее я хотел бы поблагодарить. В данном ДТП всех тех, кто остался неравнодушен. Особенно Вадим Юрьевича Серова, который оказал мне моральную помощь, юридическую помощь и поддержку. И остался, так сказать, помощником в этой ситуации. Вы отказываете нас дышать прибор? Понятые слышали? Да, да. Слышали, что человек отказывается. Оказывается дышать прибор. Слышали, оказывается. Я вам еще раз говорю. Процент тоже отказался. Отказался. Составляет все материалы. Составляет функциональный действие. Хорошо, я понимаю, что все материалы. После чего, в присутствии понятых, вы проходите о свидетельстве у нас непосредственно в машине. Если вы не согласны с данным результатом, если вы не согласны, мы вас отвезем к наркологическим диспансерам, в ОНД, где вы пройдете о свидетельстве непосредственно при врачах. Также сдадите анализ мочи и продуйте в прибор. Вы сейчас продувать прибор будете? Вы сейчас будете продувать прибор? Раз, отказывайте. Слышали, что отказывается? Слышали, отказывается. Отказался. Прохождение, свидетельство. Соответственно, включил прибор. Данные. Кажданин не продувает. Сейчас выскочит табличка «Отказ». Я нажму, выниму. Пойдем его на наркологическую диспансер. А там будет открывать анализ. Мы оказываем квалифицированную юридическую и экспертную помощь при ДТП. В перечень нашей деятельности входит споры со страховыми компаниями по взысканию ущерба по ОСАГО и КАСКО, возмещение вреда здоровью и морального вреда, сопровождение в страховых компаниях до полного получения страховой выплаты. Кроме того, наши эксперты производят следующие виды экспертиз. Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости. Экспертиза некачественного проведенного ремонта в отношении транспортного средства. Транспортно-троцологическое исследование и автотехническая экспертиза. Также мы оказываем юридическую помощь в следующих случаях. Уголовные дела при ДТП, административные дела при ДТП и при лишении права управления транспортным средством. Друзья, теперь вы знаете, кому можно обратиться за юридической помощью. Так что воспользуйтесь своим правом на защиту. Если живешь не по закону, то ютуб смотри. Раскроем лица под масками, шатками и касками. Отпишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. Стонированным стеклом и переградом непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страшах города. Громкий мы ведем. Воронеж будет чистой. Продолжение следует...